Существование наряду с союзными республиками, автономных республик, причем Сталин настаивал на том, чтобы как можно шире распространить принцип автономии, сложившейся за Кавказской Федерацией, допустим, это было именно проведение сталинской политики. В это же время, в начале 20-х годов, прошли первые процессы против руководителей национальных республик, которые не желали подчиняться центральному диктату, а именно на 12-м съезде говорилось о диктате центра по всем проблемам. В частности, я имею в виду 22-й год, дело султана Галиева, это первое такое национальное дело. В дальнейшем цепь таких дел стала нарастать, и вот в 1938-м год, это уже вместе с Бухарином, представленный судон лидера в Узбекской республике. Ясно было, что этот компромисс очень неустойчивый. Функционирующий на базе рыночной экономики при помощи хозрасчёта, или централизованное государство, не федеративное, а унитарное, практически, империя. Компромисс был решён к концу 20-х годов, приблизительно в 28-м, 29-м году, когда, как мы помним, был и свёрнут НЭП, началась коллективизация, а в области республиканского устройства в это время усилилась централизация. Вообще, вот период с 29-го, где-то по 35-й год, в этот период постоянно выходили партийные постановления, которые фактически передавали введение центра те проблемы, которые по Конституции 24-го года были прерогативой. И это время перед 19-й парт-конференцией партийное постановление по национальным вопросам было принято только на 12-м съезде в 23-м году. Ну, конечно, да, и ещё следует сказать о идеологическом обосновании этой политики, но обосновывал стивного устройства национального государства. Мы, в конце концов, предлагаем воплотить в жизнь. Что такое суверенитет экономической области? Ну, я сейчас зачитаю несколько пунктов. Те, которые экономический суверенитет народу. Это, например, право на создание, развитие и прекращение конкретных видов и отраслей производства. Вот против России, вот против добра. Знаете, я отвечать не буду, эти взгляды я критиковались уже давно. Россия сама себе заковала в кандалы. К сожалению. Клуб лишат зала. Это раз. Второе. Поскольку дискуссия для всех действительно не только острая, но и болезненная, то клуб принял решение. В случае, если будут хулиганские выкрики и выходки, мы будем удалять таких людей из зала. Я не вижу смысла рассказывать. Это, во-первых, очень известно. Во-вторых, об этом писали недавно в «Правде». Я больше на вопросы не урязываю. Все, спасибо. Следующим был объявлен команды Кочарян, но он просит дать ему слово несколько позже. Поэтому мы попросим выступить следующим. Гейвандов, Эдуард Арутионовича. А пока он идет. Вы знаете, как долго заставляли советских людей ходить в униформе. Вся машина социальной регуляции поведения была направлена на формирование единобразия, одинаковость, неотвечимость. Стандартные исследования заданным установкам стали синонимы надежности, благонамерности и лояльности. Нормативная социальная регуляция поведения стала сущностью для миллионов людей. Нормативным были все и вся. Книги, ответы на вопросы, лекции, стихи, собрания, диссертации, съезды, объяснения в любви в кинофильмах. Все. Если Шамиль был агент английского империализма, то он был везде агентом. И в Баку, и в Ереване, и в Туле, и в Москве, и в Новосибирске, и в Иркутске. Вот если завтра в 10 часов утра он уже был погонником прав народа, тогда в рамках эффективности Министерства связи через некоторое время все переключалось. Госстандарт. Государственный стандарт. Государственная стандартизация мыслей, слов и действий. Национальное многообразие мешало этой машине насаждения, мертвящей одинаковости. Если классовая борьба это главное, то что такое национальное? На едином общегосударственном стволе какие-то причудливые, неповторимые навести национальности. Вместо того, чтобы спокойно шагать по этому стволу, все время спотыкаясь и наталкиваясь. Надо срезать эти. Надо бы сделать ровный ствол. Необходимо еще почистить его нождоком. Вот это было официальной линией. За годы пропаганды не пошли даром. У многих сформировалось представление национальное – это греховное. Это репроспектива фон. Вот так у нас обстояло дело с национальным вопросом. Шифрованная телеграмма военного министра. Всех подданных Османской империи армян старше пяти лет выселить из городов и уничтожить. Всех служащих в армии армян изолировать от воинских частей и расстрелять. Через некоторое время уже можно было заявить одному из организаторов. Армянского вопроса больше не существует, потому что нет армян. Окончательное решение армянского вопроса. Опыт турок потом будет обобщен, изучен и приспособлен фашистской Германии. В 1918 году турками был захвачен Баку. Три дня и три ночи армян убивали, насиловали женщин. Город Баку был покрыт трупами, так писал очевидец. Я не буду пересказывать вам рассказы моей матери о том, что было с моим дедом, которого избили, и проходящий мимо его друг-азербайджанец смог спасти от смерти. Это было, товарищи. Все это было. Ну и в свои годы столкнулись теневые экономики и националистические силы Азербайджана, решившие воспользоваться разгулом антиармянских настроений, вселить страх в сердце армян и заодно продемонстрировать центральным властям возможные последствия удовлетворения требований на городах Карабаха. На самом низу преступной пирамиды находилась толпа дикой, фанатично распаленной. Никто и ничто не может уменьшить омерзительности и бесчеловечности действий непосредственных исполнителей преступления, но следовало показать народу всю преступную пирамиду, включая верховных организаторов преступления. Страшно то, что было в Сунгарите, но страшно еще то, что сам Сунгарит, люди, они работали. То есть город существовал. Вот давайте мы мысленно представим себе Германия заевреилась, Нидерметен Юден, долой евреев, очистим Германию от евреев. Вот лозунги, которые там были. Теперь Сунгарит. Я решительно против, у меня вызывает глубокое чувство противоречия, когда пытаются вот вину за Сунгарит как-то сразу распространить на весь азербайджанский народ. Я могу сказать, что когда у меня в Сунгарите живут родственники, и когда случилась трагедия в Сунгарите, я первым долгом, конечно, позвонил узнать, и они сказали, что за день до начала этих событий их предупредили знакомые азербайджанцы, они смогли уехать. Вдумайтесь вот в этот факт, за день предупредили. То есть это было все известно, это было организованно. А почему не уехали все армяне? Потому что не поверили. Потому что они не поверили. Любой национальности и везде мог бы себя чувствовать одинаково защищенными и так далее. Это, конечно, неясно. Второе, что мне кажется, это проблема так называемой ротации кадров. Когда возможно передвижение кадров не только по вертикали и в одной республике какой-то взятой, ну и по горизонтали, когда можно некоторых руководителей вообще перемещать свободно из одной республики в другую и так далее. Теревьянцы, я очень агрессивно в своем выступлении. Я думаю, зарпадяться не было. На меси давай безвестные комитеты Гороба и кроме ничего абсолютно. Что они там требуют, все это ясно и так далее. Третья секунду, товарищи. По-моему, не надо требовать от оратора ничего, кроме прояснения собственных позиций. Совершенно верно. Позиций, я могу объяснять. Но если у кого-то совершенно конкретное по деталям вопрос, подойдите в рабочем порядке. Я просто не могу сейчас объединиться с у меня есть это 8 марта это объяснять вам и так далее. Я не составляю программу. Нет, товарищи, у меня есть к вам вопрос. У меня есть к вам вопрос. Скажите... Так, пожалуйста, Леонид Бегалович, коллега Мамедов, у меня к вам просьба. Уважаемый коллега Мамедов, у меня к вам просьба. есть тысяча вопросов, по которым можно продолжать спор. Но есть один вопрос, по которому спора между людьми интеллигентными и гуманными быть не может. Как вы оцениваете то, что произошло в Собегаиде? Это один вопрос. Вы лично, пока азербайджанское правительство, да и всесоюзное правительство не выразило соборезнования. Считаете ли вы возможен для себя дать ясную оценку того, что произошло сундурии? И второй вопрос. Как вы считаете? Это то, что многих нас очень волнует. В какой мере можно рассчитывать на то, что в Баку в Азербайджане прозвучат голоса независимые, интеллигентные, голоса независимые от толпы, от угроз психологического давления и истерии, голоса настоящих азербайджанцев? Можем ли мы рассчитывать услышать такие гуманные, независимые, достойные голоса, с которыми можно начать диалог? От этого очень многое зависит. Я немножко ваш второй вопрос не очень себе объяснил, что вы имеете в виду. Но я начну с первого вопроса. Я сейчас скажу свое мнение, и вы будете в этом уверены, что это мнение большинства азербайджанских интеллигентов. Мы глубоко переживаем то, что случилось в Сумгарите. Мы против таких звежд, и, конечно же, решать надо вопросы цивилизованного интернета. это и... Конечно, я был бы очень рад за свое правительство, и, в частности, за наше советское правительство, если было бы выражено, конечно, соболезнование армянского народа. Спасибо. Товарищ, я хотел задать товарищ Мамедов, я хотел задать такой вопрос. Второй вопрос? А, извините, пожалуйста. Честно говоря, второй вопрос я немного не совсем понимаю. Можно я поясню этот вопрос? Дело в том, что во многих республиках, и в частности в Армении, и в частности в России, существуют довольно-давно уже независимо, а иногда противоположное правительственному, официальному, общественному мнению. Это общественное мнение иногда, несмотря на репрессии, выражает себя каким-то образом. Вот, насколько я понимаю вопрос коллеги Паткина, он состоял в том, существует ли в Азербайджане независимое от правительства, неофициальное проданное общественное мнение? Понятно. И, конечно, так будет. Понятно, понятно, я сейчас понял вопрос. Дело в том, что я перед тем, как приехать сюда, это значит, я в июле приехал в Москву на городичную командировку, вот в этот период я как раз встречался, был в кругу тех людей, которые собирались объединить интеллигенцию Азербайджана и создать некий такой типа народного фронта в саму Азербайджан. Власти демонстрируют армянскому народу на территории вашей республики по отношению ко всем многим другим меньшинствам курдам, лезгинам, аварцам, талышам иранского происхождения и другим народам. Вы не даете им учиться на своем... и русским и русским тоже, кстати, говорили. Бедные прессы не имеют товарищи, ничего не имеют. Разрешили. Я, Барсегов Юрий Георгиевич, доктор юридических талут, профессор. Практически всю жизнь занимался территориальными вопросами, около 200 работ, исследовал самые разные территориальные споры, в самых разных, так сказать, концах земного шара. Ну и никогда, я так сказать, не думал, что он начнется жаняться вот и, так сказать, этой сложной проблемой. И даже, честно говоря, я не думал, что когда я напишу на эту тему, меня не опубликует журнал «Новое время», который в номере 14 поместил совершенно непонятную статью, искажающую суть происходящего события в Карабах, как у нас говорят, и вокруг него, представляя это как территориальные претензии одной республики к другой, и тщательно замалчивая, что суть проблемы это требование ленинского принципа самоопределения, демократического принципа, ставшего императивной нормой международного права, зафиксированного в договоре об образовании СССР, зафиксированного во всех советских конституциях, зафиксированного во всех международных актах с участием СССР, принципа, который благодаря Советскому Союзу стал общепринятой нормой международного поведения. Вот эта сторона проблема была опущена. И когда люди говорят об этом, вот некоторые, так сказать, товарищи, я не хочу сказать, только из Азербайджана, потому что не только из Азербайджана это дело представляют как эмоции. У нас слово эмоции сейчас оказывается плохое слово. Эмоции, эмоции, так сказать, не должны быть. Но почему же они не должны быть, если мы в советской стране в наше время, спустя 70 лет, являемся свидетелями геноцида, не хулиганства, а геноцида, самого настоящего, в самом чистом виде, такого, какой был в Турции, такой, какой предусмотрен конденцией ООН по пресечению геноцида и наказания за него. Как можно о таких вещах говорить спокойно? Но, тем не менее, я попытаюсь говорить спокойно, может быть, у меня не все получится сегодня складно, я извиняюсь. Дело в том, что я сюда приехал прямо с начавшегося в Москве вот этого процесса судебного, и я заслушал часть обвинительного заключения. Я в... В Москве идет сейчас, начался сегодня процесс над тремя участниками резни в Сунгаите, в Верховном суде СССР. Процесс открыт. Открытый? Открытый. Открытый. Ну, приносим открытый. 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 Я сегодня не хочу, я хочу, я хочу, я хочу, но не открытый. Нам сказали нет. А почему не должна быть открытый? Я там видел. В общем-то, мы, армяне, привыкли к тому, что нас годами, десятилетиями, практически 60 лет резали. резали на глазах всего мира. Не с 15-го года резня началась. Резня в Турции, я имею в виду, западной Армении, на 8-10-х части исторической Армении. Она началась с 1878 года, когда армян обвинили в том, что они, так сказать, поддержали Россию в войне, и с тех пор эта, так сказать, резня там продолжается. То, что было в 15-м году, это было последнее, акт резни. И он тоже начался фактически не с того дня, когда интеллигенцию армянскую собрали, в один день и уничтожили. Это был, так сказать, с этого начался этот процесс. А началось с того, что лидеры младо-турецкой партии пришли на съезд армянской националистической партии Дашнага, и сказали, что как политическая партия они не могут рекомендовать своему народу выступать против в России. И что каждый, как сказать, армяне, живущий в Турции, они как граждане Турции должны поступать, те, которые живут в России, как граждане России. И выходя с этого съезда, заседания, представитель младо-турецкой центрального комитета сказал, армяне, они подписали себе смертный приговор. Вот с чего началось. Армяне служили препятствием для осуществления банк-туркистских планов. Это был клин, который, так сказать, мешал туркам осуществить идею великого Турана. Проводя эту линию, они входят двух турецких походов, уничтожили население Нахчевана, который сейчас является тоже анклав, но в составе окруженной армянскими территориями, анклав, в котором сумели уже при советской власти азербайджанцы довести численность армянского населения с 50 с чем-то до 1%. В ходе турецких двух походов именно населения Карабаха, того самого Карабаха, который заложил основы русской ориентации армян. Вы, наверное, не знаете, что персидский поход Петра начался с приглашения карабахских армян. Вот эти карабахские армяне в 18-20 году грудью стояли на пути турецкой армии, которую мусаватисты пригласили в Баку. И вот за это в Баку вырезали в 18-м году 30 тысяч армян. За это столицы Шуше, которые сейчас уже армян нет, последних войска вывели. Там 34 тысячи вырезали в 18-е и 20-е годы. это уже 23-го марта 20-го года. Вот эти события надо, так сказать, представлять для того, чтобы знать и понять, в чем же дело и откуда эти эмоции, которые одной стороны очень не хочется. Понимаете? Ну, я, так сказать, отойду от этого. Я хотел бы теперь перейти к такому вопросу, ближе к теме, которая, так сказать, у нас ближе к той задаче. Что нужно сделать? Как нам будет? У вас одна минута осталась. Одна? Одна минута? Сколько вам нужно? Вещи, о вещах говорится принципиально. Так, как дело, так сказать, обстоит на самом деле. И для этого нужна перестройка, для этого нужна гласность и правда, и для этого нужен единый, объективный критерий, который применялся бы ко всем народам. Вы скажете, что это, ну, так сказать, я ловлюсь в открытую дверь. Ничего подобного. К сожалению, Карабах, который как раз сегодня, если хотите, является фронтом, так сказать, передней линии перестройки. Карабах показал, что по всем этим признакам в национальном вопросе у нас дела обстоят, к сожалению, пока еще очень плохо. мы пытаемся все как-то национальный вопрос еще вывести из сферы перестройки, в то время, как мы все с вами знаем, что именно в этой сфере Сталин больше всего вреда нанес. Это именно та область, которую раньше всего отнял у Ленина, та область, где он оставил больше всего, так сказать, последствий. У меня нет времени рассказать вам о двух линиях ленинской и сталинской в Карабахском вопросе. Это можно часами об этом говорить. Вы, наверное, об этом не знаете. Вы не знаете о том, что Закальков выносил решение три раза о передаче. Вы не знаете, может быть, не все, во всяком случае. Нельзя, так сказать, давать квалификацию тому, что случилось. Нельзя подбрешать. Но что же имеет место? Выступает заместитель генерального прокурора задолго до суда и квалифицирует это как простое хулиганство. Понимаете? Каким же образом? Другим нельзя говорить, что это геноцид с полным основанием. А ему можно говорить, что это хулиганство. Он более того, он не только говорит, что это хулиганство. Тут уже правильно, я не хочу повторяться. Тут окажется на массовые насилие, убийства и изнасилования женщин групповые влияет загазованность. Вот, так сказать, что дает генеральный прокурор. Понимаете? Предрешая дело. Но я сегодня скажу вам так. Одно мне сегодня понравилось в обвинительном заключении. Хотя там это слово хулиганствующие элементы несколько раз встречается, а я вам скажу как юрист, что речь идет не о хулиганстве, речь идет о самом настоящем акте геноцида, который полностью подпадает под это определение. Времени нет об этом сейчас говорить. Понимаете? но в сегодняшнем мне понравилось что там показано, что это массово, что это против одной национальной группы, что это преднамеренно. То есть все, так сказать, элементы для правильной его квалификации этого преступления есть. Вот, что могу я вам сегодня сказать сказать. Благодарю. Старовой Това Галина Васильевна. по, не по социальным повериям, а по национальным критериям. Действительно, здесь мы имеем дело и с тяжелым очень наследием практики сталинизма в решении национального вопроса, с тяжелым наследием так называемых застойных лет. Тут уже называлось, я напомню еще раз, те основные преступления сталинизма против наций, последствия которых не изжили до сих пор, мы имеем дело с этими последствиями и сегодня. И караманская проблема это обломок тех недоработанных, нерешенных проблем в 20-е годы. Можно напомнить такие преступления сталинизма, связанные с национальным вопросом, как преступная практика объявления целых народов вне закона по принципу коллективной ответственности. Например, караманские татары. По-моему, представители тоже не знали, но они грех пока еще не шла. Хотя, можно подумать, что не было власовцев у русских, бендеровцев украинцев, и так далее. Но вот крымские татары, они сотрудничали с фашистами и поэтому были депортированы со своих исполненных этнических территорий. Есть и другие народы, в отношении которых историческая справедливость в рамках процесса, пошедшего после 20-го съезда партии, до сих пор еще не восстановлена, как и в отношении крымских татар. Кадров национальной интеллигенции. Поскольку национальная интеллигенция является носителем исторической памяти и национального самосознания народа, это не просто уничтожение части народа, такая потеря может оказаться невосполнимой за счет национальных культур. Ну, так называемые годы застоя тоже имели место свои проблемы, например, оживление некоторых архаических очень элементов социальных и экономических структур, оживление родовых, плановых отношений, отношений типичных для родового строя тех народов, которые не проявляют наса, можно было видеть уже сегодня в этом зале во время выступления товарища Мамедова, которому хотелось посочувствовать. Я думаю, что не мне, но и хотелось ему посочувствовать. Ведь та агрессия, которая проявлялась к этому человеку, который совсем не несет ответственности за сумгаицкие погромы, за действия своего правительства, за отсутствие армянских школ и армянского театра в Баку, эта агрессия является продолжением действия того же принципа коллективной ответственности, который мы осуждаем по отношению к депортированным народам, к наказанным народам. Если мы говорим о правах человека, этот подход всегда должен быть индивидуальным. Как можно распространять на целый народ преступления отдельных представителей этого народа? Это касается и религиозной ответственности, потому что религия тоже отгуба. Это принцип коллективной ответственности, который не должен иметь места в человеческом общежитии, потому что он антидемократичен и антигуманен. Мне кажется, что сегодня азербайджанский этнос, это нация, я не буду сейчас даже говорить, если позволить, об армянском этносе. Во-первых, о нем много шла речь, во-вторых, многие из присутствующих тут армян знают мою позицию по этому вопросу, мне не раз приходилось ее докладывать, и усы не виситивно. Но мне видится, что сегодня возникает азербайджанский вопрос, потому что это нация, которая переживает стадию фрустрации, стадию когнитивного диссонанса. Она должна как-то опомниться по русски, скажи, по русски, ну скажи, скажи, ну давай. Скажите по русски. Спасибо. Видимо, все присутствующие позиции значения этих научных терминов. Это термин социальной психологии, введенный американским психологом Фестингером. Я хочу... Подписывайтесь, будьте любят, давайте все на сих пор в нашем уважении ценностных инспектов, особенно если человек оказался почему-либо в неловком, тяжелом, морально угнетенном положении. Ну, я не имею времени вдаваться сейчас в социально-психологическую теорию. Мне видится именно такой сейчас проблема азербайджанского народа. И вот это осмысление тяжелого, трагического инцидента в Сумгаите, она, видимо, идет по двум линиям. У ряда населения безусловно происходит героизация героизация Сумгаицын, погромщиков. И студия... Вот только что вышел 10-й номер журнала «Овек, 20-й мир», в котором приведено письмо армянского интеллигента Сурена Заряна, который всю свою жизнь посвятил русско-армянским литературным языковым связям. Он заведующий капиталю русского языка в Гереване в университете. И он пишет, русская интеллигенция за редчайшим исключением устранилась от проблемы Карабаха. Не мы, мол, ее создали, не нам и решать. Между тем, именно интеллигенция с ее умением избегать готовых штампов и искать нестандартные решения должна была помочь руководству выработать нечто более конструктивное, нежели пресловутая кто кого. Зато сейчас уже не только перед руководством, но и перед всей страной стала проблема куда более масштабная. Проблема Армении. Тот самый армянский вопрос один из ключевых вопросов европейской политики и дипломатии 19-го века. Этот вопрос опять стоит в значительной мере благодаря пассивности, молчанию и трусости русской интеллигенции, благодаря привитому русскому народу шовинизму, благодаря привитой ему привычке к молчанию и безразличию. А между тем, русский народ повел себя не всегда так в отношении своих младших, как принято говорить, братьев. Еще в 1895 году русская интеллигенция, потрясенная ужасами первой армянской резни, решительно выступила в их поддержку. Она выпустила сборник братской помощи армянам, известна позиция Брюсова, известна затем позиция Горького и Короленко в случае еврейских погромов. Они выпустили сборник щит и тоже средства от этого сборника пошли на помощь пострадавшим. И вот сегодня мне тоже хотелось бы видеть большие активности со стороны русской интеллигенции, со стороны русского народа в понимании этих проблем тех народов, которые она привыкла считать своими младшими братьями. Хотя это большой вопрос, чья культура древнее, какой брат старший, какой брат младший. Одновременно являлся членом совета общества Крунг, о котором в дистанционном это тоже упомянул. И сейчас активно занимаюсь проблемой на Горном Карабахе. И буду заниматься до тех пор, пока этот вопрос решен не будет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Про историю вопроса. Я лишь отмечу то, о чем здесь не было сказано. Почему Нагорный Карабах вдруг оказался вне Армении? Дело в том, что Нагорный Карабах был включен в состав России по просьбе карабахских миликств, то есть княжеств, раньше, чем Армения. Тут сдвиг зашел во время. А в то время делилась Россия не по национальному признаку, а территории делились по губерниям, уездам и так далее. И получилось так, что Нагорный Карабах вошел в одну губернию, Елизавет Польскую, а Армения уже несколько позже, войдя в состав России, вошла в другую губернию, названную Ереванской. И уже после, когда создавалась Закавказская Федерация, здесь возникли вот такие вот споры. Так что и здесь мы не имеем наследие прошлого. Я не буду вдаваться в теоретическую часть этого вопроса. И тем более не хочу описывать о том, как ущемлялись права армянского населения в автономной области. Факт этот зафиксирован в соответствующих решениях, в частности и в постановлении ЦК КПСССР, это министром СССР, принято в марте 1988 года, а также при заседании президента КПСССР 18 июля. Поэтому я этот вопрос оставлю в сторону и остановлюсь на том, что же произошло после 18 июля. И почему наш народ не смирился с этим решением, не принял его. Решение, принятое 18 июля, оно отказало нам в решении проблемы Нагорного Карабаха, однако второй, третий пункт этого решения, они предполагали определенные гарантии. Гарантии того, что прежнее по отношению к армянскому населению не повторится. Более того, и официально, и неофициально нам говорили, что вы не вовремя подняли свой вопрос, что вы мешаете перестройке, что надо повременить немножко, вот укрепимся там, накачаем мускулы, позиция наша окрепнет, и вот тогда вернемся к вашей проблеме. Мы попытались это сделать, но оказались обмануты. Ситуация сложилась таким образом, что именно после заседания Президиума Верховного Совета СССР от 18 июля началось активное заселение автономной области лицами азербайджанской национальности. Привозили на государственном транспорте полные камазы с вещами там, семьями, привозили, заселяли город Шушу и близлежащие села. Мы поднимали вопрос, возмущались, но нам говорили, что разберемся. И в частности представитель ЦК КПСС, товарищ Вольфский, Аркадий Иванович, он говорил, что разберемся. Вызвал Визирова. Состоялся очень серьезный разговор. Визирова обещал до 15 августа вывезти всех этих беженцев, так называемых, искусственно завезенных. Непонятно, если они убежали от армян, то почему они пробежали к армянам. В частности, нам тоже непонятно. И он обещал до 15 числа всех их вывезти, визиров. Но уже в районе 20 числа, я точной датам сказать не могу, 19-20 августа принято другое решение. Совет министров республики выделяет 3 миллиона рублей для индивидуального суда, для индивидуального жилищного строительства этим привезенным лицам азербайджанской национальности. То есть, визиров одной рукой обещает проблему решить, вывести, другой рукой он принимает или потворствует этому решению. Более того, эти 3 миллиона обеспечиваются полностью ресурсами, строительными материалами. Ситуация сложилась таким образом, что Трест, наш Трест номер 9, самая мощная строительная организация в области, в августе получила фондов своих, положенных, на 50% строительных материалов. В сентябре получила фондов на 25%, в октябре получила фондов ноль. В это же время строительные материалы шли для обустройства этих беженцев. Так позвольте спросить, как нам нужно было реагировать. И вот причина, вызвавшая забастовку сентябрьскую в Нагорном Карабахе, в частности, Степана Терпича. Таких примеров очень много. В частности, я могу маленький пример по тому предприятию, где я работаю. Мы заключили договор с Ереванским шелковым комбинатом на поставку 10% нашей продукции. Мы считаем, что комбинат существует 60 лет, но у нас нет отделочного производства, и мы вправе окрашивать ткани в армянские орнаменты. Однако, это вызвало такое мощное сопротивление республиканских органов, полноцикла ПСС сейчас обдумывают, каким образом наказать нужно директора, селитая. Ах, эти русские прибалтики кричат, ах, эти русские армяне, якобы кричат. Думаю, как каждое государство... Прошит Саидов с Кагестанинцем. По-моему, слова «Ах, эти русские, зло, которое сейчас срывается на русских, вовсе не на русском народе, а об опасности русофилов еще Ленин указывал. А насильственно навязанная русофилия породила сегодняшнюю эту проблему недопонимания русского народа и малых народов. В 1922 году в страничках из дневника Владимир Ильич Ленин приводил сравнительные данные по показателям грамотности европейской части Северного Камказа и восточных регионов России, где указывалось на высокую степень грамотности населения на Северном Кавказе. И ради справедливости следует отметить, что показателем грамотности в этом районе считалось знание арабской грамотности и языка. Это манкуртизация малых народов и русификация, причем не в явном виде. В чем это выражается на примере Дагестана и что имеется в виду? Количество часов по истории родного края меньше, чем на физкультуру. Преподается история на русском языке, как и общесоюзная фальсифицирована до предела. Нельзя не отметить роль фальсификации истории Дагестана бахрового станиста, азербайджанского лжеисторика Багирова. В университете имеются факультеты дагестанских языков. В дагестанском университете имеются факультеты дагестанских языков. Дагестанских языков, почему, на которых преподавание ведется на русском языке. Государственный язык русский, все передачи телевидения 100% на русском языке. Радио выделяет местным передачам не более 15% времени. Плачевное положение издательского дела. Лишь малая доля положенной бумаги приходится на национальные нужды. А издатели на фоне блеска всеми нами уважаемого Расула Гамзатова и его отца Гамзата Цедасы забывают о других не менее славных творцах дагестанской литературы 19-го и 20-го века. А в связи с переходом на хозрасчет чуть ли не половина печатных листов отдается на зарубежных авторов и на так называемых рентабельных авторов. А это особенно бьет по молодым. По издающимся книгам на сегодня можно сказать, что в Дагестане вообще нет молодых талантов. Творческих союзов царит групповщина, свободничество, бюрократия, устраивающая больше центр, чем духовные потребности народа. Все эти звенья в одной цепи, приводящие в конечном итоге к потере собственного лица каждой нации, к снижению значимости и исторической памяти, принижающей роль языка. Следует также сказать, что городские дети в республике в течение 70 лет были вообще лишены изучать родной язык в школах до 1988 года. А в этом году с введением изучения родного языка на добровольных началах городских школах находятся десятки, а то и сотни родителей, задающих отнюдь не риторический вопрос. А зачем нашим детям родной язык? Кого мы воспитали? Это настоящая трагедия малых народов. Не хочу касаться экономических вопросов, межнациональных отношений. Эта тема отдельная, требующая массу цифр и сравнений. Но скажу одно. Для республики Остров стоит вопрос, как и для других регионов, децентрализации и местного самоуправления экономикой. Хотите маленький пример? Пожалуйста, до грибы без предварительной обработки весь улов осетровых пород по указанию Москвы за закупочную цену 70 копеек за килограмм передает ведомство Астрахань. Астрахань поставляет балык и икру. Конечно, не в Дагестан. Все мы знаем, какую валюту мы имеем за икру. Между тем, республика полна и располагает возможностями обработки ценных пород рыбы, что позволило бы республике хотя бы частично восполнить и без того скудные бюджеты. А республика среди областей и краевых СРС в последней десятке по капиталу вложения в социальную сферу на душу населения. К тому же скажу, ежегодно Дагестан поставляет на общесоюзный рынок 300 тонн черной икры. Беспосместно. Только за зарплату Мингры объединения Дагрыбов. Не могу не сказать пару слов о национально-освободительном движении народов Дагестана и Чечни под руководством уже упомянутого Шамиля. Этот вопрос является пробным камнем историзма. По версии некоторых же историков, 25 лет борьбы с царизмом под руководством Шамиля преследовали, оказывается, цель добровольного присоединения к России, к Российской империи. Ничем не объясним фарс, связанный с юбилеем добровольного присоединения Чечни к России, разыгранный несколько лет назад ЧССР. К сведению человека, общества из памяти, скажу, как бы он отнесся к этому факту. В городе Грозном, в центре национально-освободительного движения Северного Кавказа, и сегодня стоит периодически оскверняемый и охраняемый тщательно памятник душителю свободы Кавказа, царскому генералу Гермолову, а памятника Шамилю до сих пор нет. На могиле Хаджи Мурата имеется надпись «Здесь похоронен герой одноименной повести Ивана Николаевича Толстого – Хаджи Мурат». Это не издевательство. Хотелось бы услышать ответ от человека из памяти. Особая роль в очернении национально-свободительного движения Дагестана и Чечни принадлежить к тому же упомянутому Багирову и его сантрамову, Буниятову, Мамедову, Ахундову, винить только и, конечно, было бы наивнее, так как все делалось в манчаливом согласии Академии Нового СССР и при поддержке идеологического аппарата ЦК партии. Вообще, вообще яд шовинизма, межнациональный грозный и пан-тюркизма, не надо это склевать и делать вид, что не замечаем, долгое время испускал Баку. А результат этого сегодня на лицо. В азербайджанском народе не без влияния вышеуказанных горе-ученых муссируется экспансионистский слух о том, что Южный Дагестан, населенный лесгинами, это неотъемлемая часть Азербайджана, а положение лесгинов из-за катальских аварций в Азербайджане такое же, как и армян, если не хуже. Не случайно из пресканутой цифры 32 один из них оказался лесгин. Это не случайно. Дагестан, увидевший Варварский лик царской России в 19-18 веке, в 20-е годы нашего столетия ждал, видимо, ждал иное лицо. Однако он столкнулся с уродливой формой диктатуры. Духовенство, местная интеллигенция были уничтожены, заплали костры, которые шли в насильном изъятии у населения, в книги, в рукописи шли в костры. Как и во всей стране пошло жестокое разорение крестьян, хотя тут отмечали, что крестьянство в основном на Украине и в России только пострадало. В один миг, я прошу, товарищи, обратите внимание, в один миг в 1927 году всё население Дагестана стало неграмотным, так как делопроизводство издания были переведены на латинский шрифт. Спустя 10 лет, словно в монологе Михаила Жволецкого, в 1937 году крикнули, «Ууу, не получается, давайте попробуем так». И попробовали, ввели русский алфавит. Вроде получилось. Это очень важное, что сказал. Профессиональные историки, в результате введения русского латинского этики в бескончаемых экспериментов, профессиональные историки сегодня испытывают трудности, связанные с тем, что они не могут читать труды, вышедшие до 1927 года. Чтеца надо искать в глухих аулах. Тут, перефразируя ложные высказывания Расуна Гонзатова, можно сказать, что грамотные в Дагестане остались только мулы, которые могут читать свое прошлое. Одним из позорных пятен нашей истории является массовая депортация целых народов на Востоке, ничем не отличавшаяся по жестокости от депортации Гитлером на Западе. Хоть Дагестан и не был депортирован, горькие плоды этого явления и сегодня он пожинает. А именно, я попрошу приобретать внимание на это дело социологов московских, обществоведов, а именно, Новолагский район и два населенных пункта Хасбековского района Дагестана, которые называются Ленинаул и Калининаул, после возвращения чеченцев, остался в административном подчинении Дагестана. А дагестанцы после депортации Чечни, насильственной депортации, депортации Сталинской, были насильно переселены в эти районы. Чуть ли не их родные дома были не сожжены, чтобы они лишь бы переселились на эти чеченские земли. А между чеченцами и дагестанцами не было никаких недопониманий до этого. Политика, разделяя и властвует, дает свои владельцы. Вот уже более 30 лет длится мини-карабах в Дагестане. Население обоих республик взвинчено до предела на этом вопросе. С каждым годом, набирая накал, встает этот вопрос. Мало ли что не на общесоюзном масштабе, мало ли что в Дагестане. А почему этот вопрос не должен быть решен? Что же нам, сложа руки, ждать в мини-сунгарит? А будет все в мини-сунгарит. Население спорных территорий по научно разработанным ученым ЧССР и ДССР анкетами. А в публиковании исторические справки и в случае необходимости в результате проведенных мероприятий отдать территорию административное подчинение в Чечен-Ингушетии. Дагестанцам, не пожелавшим остаться на этой территории после этого, дать компенсацию за недвижимое имущество, за переселение, вывелив участки для строительства домов. Поскольку ни до дистанции, ни чеченцы, ни виновны в создавшейся ситуации, а являются жертвами государственной политики, компенсация тоже должна идти не из республиканских фондов. Этим я хочу сказать все. Но хочу завершить свое выступление прочтением одной маленькой цитаты, написанной 130 лет назад настоящим русским интеллигентом. Пишет вот что. Час сознания на старт. Голос проповедников, поэтов, публицистов призывает нас к покаянию. Для всех стали ясны внутренние наши пороки и недостатки. Хотя не все еще, может быть, ясно понимают, откуда они произошли, и хотели средствами помочь очевидному злу. Настало время разъяснить себе эти вопросы. Сбербанка 66-54, видимо, это номер для Сбербанка. Сбербанка 66-54. Счет 98-223. 98-223. Саркисян Сос Артажесович. Саркисян Сос Артажесович. Я постараюсь сложиться в одну минуту. Если я займу две, то я прошу меня просить. Меня зовут Федор Шелов-Коведяев, старший научный сотрудник Института Истории СССР, кандидат исторических наук. Я хочу вам зачитать текст, но, видимо, я буду его читать с сокращениями, раздела написанного мною в справке, которая была направлена в ЦК КПСС в связи с подготовкой пленного по национальному вопросу. На нынешней территории нашего Отечества сейчас обитают как народы с многотысячелетней исторической и культурной традициями, так и более, иногда даже весьма значительно более молодых. К первым могут быть отнесены армяне, грузины, ряд малых народов Северного и Центрального Кавказа и некоторые другие. Ко вторым относятся славянские народы, татары, казахи, азербайджанцы, узбеки и прочие. В период самостоятельного и равноправного развития нации и народности в СССР породило и такое побочное явление, как стремление молодых народов, в кавычках, углубить свою историю, найти себе как можно более ранних предков, желательно не более молодых, чем у самых древних своих народов соседей. Искусственность этих попыток очевидна. Своё конкретное воплощение, эта тенденция находит в распространении такого очень тревожного представления, как концепция автохтонизма, всё более и более проникающая в историческую литературу и обыденное сознание представителей особенно молодых наций и народных СССР. Это тем более печально, что каждому здравомыслящему человеку должно быть ясно, что практически ни один народ в мире не живёт сейчас в основном на той территории, где сформировалось его первоначальное ядро. Например, в соответствии... Ну вот я не знаю, читать то, что критику славянского этногенеза, например. Например, в соответствии с достоверными и корректно обработанными современными научными данными, надо считать, что славяне широко расселились по просторам Средней, Южной и Восточной Европы в основном в конце V-VIII веках христианской эры, новой эры, с территории современной Восточной Чехословакии, Южной Польши и Северо-Западной Украины, где их верно, соотносительно незадолго перед этим, выделился из широкого анплава среднеевропейских культур этого времени. В прямом покровительстве недавнего руководства Азербайджана затем давали этому руководству формальное основание для проведения соответствующей культурной и национальной политики. В последнее время наибольшую остату приобрела так называемая проблема Кавказской Албании, то есть Кирабаха. Азербайджанские историки Фарида Мамедова, например, утверждают, что территория Албанского царства, существование которого тоже удаляется намного, всегда захватывало территорию южнее Куры и была изначально заселена исключительно албанами, которых вопреки действительности объявляют единым этносом и прямые предками азербайджанцев. Хотя последние азербайджанцы, будучи по языку и по культуре потомками тюрок, впервые появившихся здесь в XI веке, имеют к древним албанам весьма косвенное отношение. Кроме того, азербайджанские историки вообще отрицают существование армянского населения на территории современного Азербайджана в период античности и средневековья и объявляют его албанской. Для доказательства такой позиции все письменные археологические источники, не отвечающие им, или подтасовываются, или игнорируются, или измощаются. А из них содержатся прямые единодушные указания на то, что вплоть до конца античности всё правобережье Курык нагружало Армению, а в более позднее время здесь, несомненно, жили Армении. В последнее время дошло уже до того, что все памятники древнеармянских, в том же деле христианские, архитектуры на территории Карабаха отправляются азербайджанскими. Имеется в виду книга Ахунгова. А такие чистые армянские понятия, как хачкар, крест-камень, выводятся из Тюрксии в гордей. Даже при издании первоисточников из описания Закавказья, и не только Закавказья, выбрасываются почти все упоминания об армянах, русских, и вообще христианах. Однако указанные им подобные измышления азербайджанских историков особенно пышно расцветают в популярных трудах, изданных национальном языке, которые, естественно, стоят ближе к азербайджанскому, считая, чем издание на русском. Оттуда они попадают в публицистическую, художественную литературу и учебники, обладевая многомиллионной аудиторией и отравляя сознание молодежи. В результате же не только армяне, коренные жители Арксаха представляются чужеродными пришельцами на городах Геннадьки. Извините, я вынужден вас прервать. Еще очень много желающих. Заканчиваем. Заканчиваем. Некрасное выступление, пускай, герой. Гражданин, наверное, товарищем не получится. Гражданин из памяти и от идей, которые провозглашал гражданин, который вышел выступать в Кепчке. Да, значит, я совершенно уверен, что и тот, и другой национализм строит гетто, только один укрепляет его снаружи, а другой изнутри. Речь идет о том, чтобы мы действительно были бы интернационалистами. Мы говорим о необходимости создания общества, скажем, советско-израильской дружбы, но не можем договориться о том, чтобы было общество русско-еврейской дружбы. Мы не можем договориться. Вот выступали товарищи Армении, выступал товарищ Мамедов, вроде излагая азербайджанскую позицию. Я хотел бы, я хотел бы, ну, так сказать, азербайджанец, ну, не правительство, не всего народа, но свою, вот с точки зрения азербайджана. Но мы не договорились до сих пор о том, чтобы создать и понять для себя, имеет право на существование и выживет ли общество армяно-азербайджанский дружбы. Мы можем вот это вот начало развивать или способны только выяснять, кто виноват? Пусть геноцид признают. Вот, вот. Значит, пока, пока мы будем выяснять, кто виноват, ничего не получится. С этой точки зрения, я как раз и хотел вернуться к идее такой. Мы предлагаем, значит, пытаемся вести переговоры с Ленинградским обхомом. Мы предлагаем создание дома друзей национальных культур с тем, чтобы были общества, общества, соответственно, вот как украинский товарищ говорил, чтобы любая национальная культура могла бы укорениться или в самостоятельном помещении, или в рамках такого дома. Дома дружбы народов СССР. Я хочу обратить ваше внимание на то, что ни в Москве, ни в Ленинграде такого дома нет. А, кстати, хочу заметить, что в Сунгаиде... Если у нас с самого начала не было отношения по другу, я думаю, что, так сказать, моё рассказывание основывается на естественной репетиции, ни очевидцам, естественно, я сужу по публикации в лице. Естественно. Я не обращаюсь к вашим чувствам уважения к себе, это было бы круто. Я думаю, что с определением здесь, так сказать, говорите, коммунисты включил нас другому. Я интересно вашему отзываю и говорю. Ну ладно, так сказать, мы принять можем многие направления разговоры, но, так или иначе, не войдёт круг вашего интереса. Поэтому я ещё раз передаю озабоченность. Она реальна. Озабоченность различных социальных слоевоспечений. Озабоченность такая есть. Вот на этом давайте я завершу, так сказать, перечисление нашей озабоченности, наших интересов и готов начать разговор о ваших интересах. С тем, чтобы сказать, вы же СТС приписываете. Я и попав... ...выблекать центральную пенсию не чувствую, что вы знали или руководство знало, о нашей озабоченности. Потому что оно всё негативное, всё оскорбляет чувство достоинства. И, кстати, ваше сейчас о том, что я очень сейчас тоже оскорбительное. Я просил вас, чтобы в нашей диалоге очень оскорбляли чувство армянского достоинства. Можно отвечать? Я отвечаю ещё раз. Значит, ещё раз подчёркиваю. Вопрос о самолюбии национальности. Безусловно, это реальность. Но не имея на то нежеланий, конечно, если вас оскорблять, ещё раз хочу сказать. Озабоченность определённых социальных слоёв в горкоме партии она ощущается через письма, через обращения. Значит, каким образом и в каких фразах эту озабоченность вам передать? Давайте, так сказать, я не буду ещё раз повторять те обороты речи и те термины, которые вы считаете, как оскорбление воспринимаете, ещё раз подчёркиваю, позабочить. Нравится, не нравится, так сказать, в нашей диалоге такой поворот разговора. Это реальность. О реальности надо однажды сказать, я к этому больше не возвращаюсь. Теперь по поводу, по поводу, так сказать, моей компетентности отвечать на вопросы центральной прессы. Чем она руководствовалась, каким, какой информастор да? Конечно, точно не любите. Но, по-моему, так сказать, самым... Представляет ли аппарат? Парактер этой проблемы? Сунулись, что мы... Я должен сказать, что выступление Катеря Зайков на введение Верховных Советов создалось впечатление, что им недостаточное компонент по данной правиле. Ну, основу вопроса правильно, она обоснована. Я всё-таки ещё раз с той же прямотой хочу сказать. Специального какого органа или группы работников на эту проблему не выделялось и выделено не могу. Аппарат, если сейчас из чисто практических соображений, в отделе пропаганды работает у нас 36 человек штатных работ. Различные сектора по структуре занимающиеся массовой информацией, устной пропагандой, агитацией. Есть кураторы по территории, по районам. Таким образом, такой штат. Специально занимающиеся вопросы межнациональных отношений буквально до этого времени, да и сегодня, собственно говоря, нет. Нет такого работы. Такова структура партийных органов практически везде. Сегодня буквально в отпуске порядка двух месяцев возложили дополнительную обязанность инструктора Кузенкова с тем, чтобы он изучал вопросы межнациональных отношений. То есть вдруг, как видите, гораздо шире, нежели вот этой самой горячей дочке межнациональных отношений. Вот тот вопрос, который мы с вами обсуждаем. Но тем не менее, это и создание различных, скажем так, самодеятельных формирований по национальному признаку. Сегодня у нас в этих условиях создать какой-то специальный выделить орган, кто-то занялся Карабахом, действительно, изнутри, и в историческом аспекте, и в социальном, и, так сказать, социально-политическом, так сказать, экономическом войну. То есть, просто, Палатка, задаемся ли мы на мнении ученых? Да, стараемся привлекать, стараемся общую, так сказать, точку зрения иметь, но при этом, при всем, дальше постановка правильная, я еще раз хочу сказать, конечно, в круге проблем Московского ГОКОМа, ну, много всего, так сказать, что... Сбор Демократического Союза Уважаемые граждане, пожалуйста, не выходите на газоны и парапеты, пожалуйста, пройдите на пешеходные площадки и тротуарные. Сбор Демократического Союза Уважаемые граждане, пожалуйста, пройдите на пешеходные площадки и тротуары, на газоны, на газоны и парапет не выходите, пожалуйста. Не выходите, пожалуйста, на парапеты и газоны. Выходите, пожалуйста, на пешеходные площадки и тротуары. Гражданин, войдите. Пройдите, пожалуйста, парапеты с газонов. Гражданин, Сейчас, одну минуточку. Слышите, не мешайте, разговаривайте. Ну там же люди говорят. Слышите, не мешайте. Слышите, не мешайте. За руки, за ноги, женщины, мужчин, ораторов, у кого были транспаранты, кто должен проводить митингом. Они всех забрали, а потом нас все опустили. Можно уходить? Что толкаться? А где вы были тогда? Они перекрыли там, лидеров пропустили. Здесь всех позабирали в автобусы, а потом пустили местного. А сколько было? Ну много позабрали. Много тащили за руки, за ноги. Женщин и мужчин. Это в день Конституции, да? Сегодня, да, в день Конституции. Между прочим, в Ленинграде этот митинг разрешен. А почему? Да, сегодня в Ленинграде разрешили такой же митинг, в день Конституции. А в Москве особые чиновники сидят. Свободолюбцы особые. Это другая Москва. Ну пошли, да, то что толкаться, то есть советскую строчку. Пусть они хоть сносы были. И стали их сносы не были. Скажите, вы согласны с этой Конституцией? Ну, хотя бы сносов не было. Скажите, вы согласны с этой Конституцией? Нет, не согласны. А тогда какой же праздник сегодня, если так? А вот вы пришли протестовать против праздника тоталитарной Конституции. Вот в Армении протестуют, они работают, они не... Сегодня они... Сегодня в Армении объявили рабочий день. Потому что они... Они не признают. Может быть, потому что они считают это незаконно, никакой... Это не праздник, что так, что мы вяжем на работу. Какой еще может быть праздник? Я ни одного не вижу из лидеров. Ни Дебрянская, ни Новотворская, ни Царькова, ни Денисова. Приехали сюда грузины. Это не нижняя Конституция. И, наверное, всех собрали. Я никого не вижу. Противоречит всем законам. 70-я статья противоречит. 72-й статьи. 78-й противоречит. Даже женщину с ребенком забрали. Они тут поорудовали, закрыли все. Народ не видел, а потом впустил. Поэтому... 54 года, да? Я не знаю, я никого не вижу. Для армянского народа эта Конституция не существует, потому что не дал права на самоопределение, прежде всего. Нам нужно было точно на работу быть. Это самое главное. Один из лучших пунктов Конституции должно было право на самоопределение. Это не стало возможным для армянского народа. Поэтому армянский народ не признает эту Конституцию целиком. Мы тоже не признаем. Признавать такую Конституцию. Все верно. Правильно сказано. Корень, ну что, все куда-нибудь. Народ говорит. Воверь, Ваня, посмотри, как там есть народ. Кто себя не считает народом, пусть подойдет. Кто считает себя народом и не согласен той Конституции, которая нашу страну завел в такой тупик, пусть подойдет. Мы уже подошли. Куда же сейчас? Так вот и говорите, чего вы боитесь. А что боятся? Вчера была делегация, сейчас в Грузии незамисимой партии организована. Национал, демократическая, грузинская партия. Вчера была большая делегация, которая должна быть. А мы считаем, кроме коммунистической партии, нужны партии для всех республик отдельности, национальные партии всех республик, чтобы они каждый отстаивал право своей нации, не только общую коммунистическую партию. И для русских тоже, чтобы они тоже имели партию, русской национальную партию, чтобы могли соблюдать, возродить свою культуру, свою науку, свою собственную, все, что потеряно русским народом и другими всеми народами Советского Союза. Какая же самая партийная система? Это принцесса демократической партии. Что, ребята, у нас в митингах, да, висимость. А вы знаете, есть и русская партия, которая подала заявку официально об отделении от Советского Союза, как ни парадоксально. Надо вместе бороться. Пока надо вместе бороться. Не надо отделиться, это мое мнение, не надо отделиться, создать такие демократические, хорошие законы, которые бы устраивал всем народом Советского Союза. А не поговорим, товарищи, сейчас поговорим о аэропарте. Аэропорт, послушайте, аэропорт Звардноц, ввели вас всех в заблуждение центральное телевидение. Армяне не побили ни одного солдата, кроме одного в ухо камнем ударили. Но зато солдатами уничтожено. Один репортер, который снимал гласность, убит. Второй дубинками, а третий скончался на месте, потому что инфаркт с ним случился. 98 человек искалечены были. Если бы Звардноц показали правильно, если бы показали как положено, весь советский народ узнал бы правду. Как ввести ограниченный контингент войск в Армению и в Нагорном Карабахе. Вот где правда. К сожалению, мы не можем это показывать. У нас есть кассеты, у нас есть видеозапись 30 часов. Что происходило? Как дубинками били? Как били даже женщину с ребенком? Как отбирали у нее ребенка? И как эти солдаты? Показания врачей. Показания врачей, что эти солдаты даже сами показывали, что они не являлись в своем, как говорится, полноправном здравии. Показания перед телевизором, это артисты переодетные. Это тоже самая очередная провокация, о чем вы говорите. Армяне первый раз ввод войск, ограниченный контингент, встречали лавашем и цветами. Это говорил боровик. Один развели, второй развели, третий развели. Сколько же можно войска ввести в мирный город? Провокация, подождите, вы повернитесь. Это вы будете учить армянский народ работать. Разве армянский народ когда-нибудь не работал? Если довели армянский народ до такого степени, другого выхода нету, ничего не оставалось. Ну, поэтому все это соберут. С понтаном все забрали, ничего не было. Ранило. Двух века. Это территория армянского кладбища. Началось с ранной весной, и вот наступила осень, а нас все охраняют, охраняют. И вот, друзья, наши коллеги. Это Федор. Щеловко-Идиаев, историк. Знаменитого чемпиона мира. Ход на его могиле гора Арарат изображен, но, к сожалению, этот гора находится в плену. Хачкары. Которые азербайджанцы умудряют присваивать себе. редкие случаи из хачкаров, один из металла сделан на армянское кладбище. На территории кладбище вот уже 8-9 месяцев происходят наши митинги, демонстрации, жалобы. Мы все рассказываем. Стил весь армянский народ в экстермизме. Нас режут, а мы экстермисты. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok